Музыка Музыка Вы в курсе, что в Сочи сотни работающих безработных? С начала года сочинские предприниматели, работающие без трудовых договоров в так называемом теневом бизнесе, штрафованы на полтора миллиона рублей. Контрольные мониторинговые группы проверили более 2000 организаций курорта, 600 из них выплачивают серую наличность. Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ВКТ время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. И так, как мы только что услышали из доклада вице-губернатора Сочи, пока в лидерах в борьбе с неформальной занятостью, действительно, трудовые договоры в городе стали заключаться чаще. В каких сферах работают нелегалы и как в городе легализуются трудовые отношения граждан, об этом мы спросим у начальника управления социальной политики администрации города Сочи Галины Пушкарь. Здравствуйте, Галина Александровна. Здравствуйте. И так, как мы сейчас только что услышали, работу в социальной отрасли Сочи отмечают на краевом уровне и даже приводят в пример другим муниципалитетам. Особенно вице-губернатор Анна Менькова отметила успехи в борьбе с неформальной занятостью, ну или, проще говоря, незарегистрированной деятельностью. Все дело в работе межведомственных групп, они приносят такие результаты. Данная работа ведется на территории нашего города в течение последних трех лет. При активном участии и контроле главы города Сочи Анатолия Николаевича Пахома координирует данную работу вице-мэр по социальным вопросам Ирина Романец, потому что мы считаем, что это не только тема экономических взаимоотношений между работодателем и сотрудником, это прежде всего тема социальной защищенности людей, гарантированной в дальнейшем пенсии, если вы трудоустроены официальным образом, и вообще тех выплат, которые вам положены, связанных с больничным, связанных с беременностью, с родами, с уходом за ребенком. Да, на самом деле в городе Сочи мы создали порядка шести отраслевых групп, которые работают в сфере курортного дела и туризма, которые работают в сфере потребительского рынка, это наши кафе, рестораны, которые работают в сфере строительной деятельности, транспортной деятельности, в сфере городского хозяйства, потому что мы понимаем, что ряд управляющих компаний должны очень четко формировать пул своих сотрудников и, безусловно, всех официально трудоустраивать. То есть как раз-таки речь идет о так называемом малом и среднем бизнесе, который очень часто в силу, как им кажется, каких-то объективных обстоятельств, хочет уйти от оформления сотрудника, от того, чтобы произвести все налоговые выплаты, которые необходимы в данной деятельности. Как построена работа? Еженедельно мы проводим мониторинги, посещая те или иные хозяйствующие субъекты, прежде всего с разъяснительной целью, с информационной целью о том, что на самом деле сегодня мы с вами говорим в такой диалоговой позиции, а завтра в случае, если нагрянет трудовая инспекция, в случае, если нагрянет налоговая инспекция, то вы заплатите колоссальные штрафы, которые непомерны с той деятельностью профессиональной, которую вы ведете. Это малый и средний бизнес, повторяю. И на комиссию, которая обычно проходит по четвергам в администрации города Сочи, под руководством главы города Анатолия Николаевича Пахомова, мы приглашаем хозяйствующие субъекты, комиссия проходит с участием налоговых инспекторов, комиссия проходит с участием главного государственного инспектора по труду в Краснодарском крае, это специально прикомандированный в Сочи сотрудник, который ведет свою деятельность непосредственно с точки зрения привлечения к ответственности по нарушению трудового законодательства. На сегодняшний день, только за данный период этого года, мы провели порядка 50 таких комиссий, заслушали дела 860 хозяйствующих субъектов, и за летний период у нас наложено 2,5 миллиона штрафов. А кто же эти люди, которые стоят в межведомственных группах? Это сотрудники наших профильных департаментов, это привлекающиеся к этой работе участковые, это, безусловно, сотрудники налоговой инспекции, потому что это все межведомственная история. Когда мы говорим о неоформленном человеке, мы имеем в виду не только невыплату заработной платы, мы имеем в виду безопасность, кого вы, и здесь я хочу обратиться к работодателям, кого вы нанимаете на работу, кого вы вводите вообще в круг своего дела, кому вы доверяете, метафорически выражаясь, ключи от вашего благополучия. Это люди, если вы их не принимаете официально на работу, они могут вам принести какие угодно документы о себе, и вы это не проверите. В этой работе для нас важно взаимодействие с органами внутренних дел на предмет проверки, были ли ранее судимы данные сотрудники, по каким статьям они привлекались, может быть, они находятся в розыске на других территориях. Безусловно, Сочи очень привлекателен как для позитивных, классных, интересных проектов, добрых дел, так и для людей авантюрного склада, которым кажется, что в курортный сезон я как-нибудь что-нибудь обойду в плане закона, потому что нас таких много, наверное, здесь. Но в Сочи это практически исключено. От нас не скроешься, не убежишь, потому что мы прежде всего в лице администрации города Сочи заинтересованы в том, чтобы каждый человек, который находится на территории нашего города, он был в безопасности как с точки зрения социальных гарантий в отношении той работы, где он находится, так и с точки зрения просто элементарной человеческой безопасности. Поэтому призываем всех, безусловно, легализовывать трудовые отношения. И в основе этой легализации лежит очень много задач, которые мы вместе выполняем. На комиссиях, конечно, мы всегда слышим типовые такие ответы, что это не сотрудник, который был. Я просто отошел ненадолго и попросил знакомого присмотреть за товаром. Но мы с вами понимаем, что, наверное, такие взаимоотношения в деловом мире невозможны. И никто из нас не отходит куда-то и не просит кого-то присмотреть непонятно зачем. И мало ли, как человек может присматривать, и потом мы чего-то недосчитаемся. Мы очень часто слышим, и здесь, наверное, это ментальные особенности нашего региона, что это не работники, это семейный бизнес. Мы работаем с женой, с сестрой, с детьми, с мамой, с папой, и поэтому мы не оформляем этих людей. Но на самом деле это неправильно, потому что неважно, вашим сотрудником является ваша супруга, ваша мама, ваш ребенок, достигший 18 лет. У него должны идти отчисления в пенсионный фонд. Взаимоотношения родственников порой в жизни меняются не в лучшую сторону. Это же вопрос социальной защищенности. Да, и гарантом дальнейшего относительно благополучного будущего могут выступать только официальные трудовые взаимоотношения, даже если это ваш родственник. В трудовом законодательстве, в трудовом кодексе нашей страны нет понятия семейного бизнеса и не разрешена история. Если вы работаете со своей мамой или сестрой, то ее можно не оформлять. Это невозможно. Пожалуйста, оформляйте всех. Ну а что касается самих работников, зачастую они умалчивают о фактах получения заработной платы в конвертах из-за страха потерять работу, пусть и неофициальную. Вот можно ли сообщать такую информацию? Да, вы правы. На самом деле человек готов согласиться с очень многими, с очень многим нарушением своих границ в силу того, что не хочет конфликта, не хочет связываться, боится потом вообще не найти никакую работу. Но у нас очень четко отлажена тема информированности онлайн-приемной администрации города Сочи, в которую каждый может обратиться через интернет, непосредственно лично на главу или на Ирину Васильевну Романец, которая курирует данное направление, конкретно изложив, где вы работаете, что с вами не заключен трудовой договор и что вам не выплачена заработная плата, обещанная или выплачена не в полном объеме. И мы реагируем всегда вместе с государственной трудовой инспекцией на такие заявления и, в принципе, выходим к работодателям, общаемся с ними. И это нужно делать, потому что если через какое-то время каждый работодатель будет понимать, что он не может принять на работу сотрудника без официального оформления, то мы, правда, избегаем вот этих каких-то устных договоренностей, в которых всегда есть обман. Никогда устные договоренности, они не заканчиваются тем, что слово держится, и оно держится в течение долгого времени. Даже если вам в первый месяц, как и обещали, заплатили 15 или 20 тысяч рублей условные вашей заработной платы в конверте, однозначно через три месяца вам могут заплатить 12 или 8, а у вас нет оснований вообще требовать этих денег, потому что если мы посмотрим на формальную сторону, вы вообще здесь не работаете и просто зашли присмотреть. И уже уходите практически через пять минут. Поэтому, конечно, обращаясь к любым работникам, сотрудникам организаций предприятий малого бизнеса, конечно, требуйте трудового договора. Лучше пусть у вас будут четкие отчисления во все социальные фонды нашей страны, которые законодатель обязывает отчислять, чем вы окажетесь через какое-то время просто в теме рабовладельческого строя. Вы пришли, отработали, вам не заплатили заработную плату. Это не только небезопасно с точки зрения жизни, это просто унизительно, на мой взгляд. Поэтому требуйте заключения официального трудового договора с вами. А с кем вообще боремся? Нелегальных работников сегодня можно разделить на две группы. Это те, кто не имеет возможности трудоустроиться официально, это мигранты или люди, скрывающиеся от правоохранительных органов, и те, кто осознанно не желает работать по договору, чтобы избежать уплаты налогов. Вот кого больше? Зачастую больше тех людей, которые как раз-таки по причине своей, я бы сказала, такой безграмотности, какого-то ограниченного социального интеллекта, они не составляют трудовой договор. На самом деле в нашем крае действует программа содействия трудоустройству различным социальным категориям. В состав этой программы входят также лица, вернувшиеся из мест лишения свободы. И работодатели, которые трудоустраивают таких лиц, они там имеют определенную поддержку через центр занятости населения. То есть если мы говорим о теме людей, которые легализовали свои отношения с криминальным миром, условно отбыв те сроки наказания и вернувшись из мест лишения свободы, то есть специальные государственные программы поддержки трудоустройства таких людей. Так или иначе, проблема неформальной занятости в Сочи начинает решаться. Какие сдвиги, какие результаты можете озвучить? Хотя вы вначале назвали цифры, возможно, есть еще цифра, сколько трудовых договоров заключено. У нас за период работы нашей комиссии, наших мониторинговых групп, в этом году мы уже заключили порядка 9 тысяч трудовых договоров. То есть для нас мы этим гордимся, мы считаем, что это такая очень хорошая история просто для обычного человека-сотрудника. И это, конечно, дисциплинарная мера в отношении работодателей. Кто-то заключил эти договора после того, как в отношении этого работодателя были приняты там санкции, административные протоколы, штрафы в связи с этими протоколами. Кто-то, видя, как пострадал сосед, это сделал достаточно быстро. То есть, но год еще не закончен, и мы понимаем, что у нас эта история, она продолжается. Мы работаем над тем, чтобы все трудовые отношения были легализованы. И там, где возникает тема заключения трудового договора, чтобы он обязательно был заключен. Насколько мы знаем, наказание за уклонение от оформления трудовых договоров ужесточилось. Итак, сколько сегодня грозит нарушителям? Какой штраф? Если это индивидуальное предпринимательство, то штраф на неоформленного сотрудника составляет 10 тысяч рублей. То есть, мы возьмем малый бизнес, 3 неоформленных сотрудника 30 тысяч. Ну, это прилично. Это, правда, приличная история. Вот если у вас форма собственности, связанная там с акционерным каким-то обществом, то это порядка 100 тысяч рублей на неоформленного сотрудника. Наверное, еще стоит напомнить, что ответственность за нарушение трудового законодательства предусмотрена как для работодателя, так и для работника, верно? Да, но мы в основном, понимая ту сферу, в которой мы работаем, и понимая контингент сотрудников, мы, конечно, прежде всего работаем с работодателями на данном этапе. Но мы не исключаем, мы понимаем, что в дальнейшем мы, естественно, придем и к каждому работнику. Говоря о положительных результатах Сочи в этой работе, вице-губернатор Анна Менькова подвела итоги социальной сферы региона в целом. Кстати, дело было в Сочи на итоговой заседании коллегии Минтруда и соцразвития Краснодарского края. Давайте посмотрим видеосюжет. Работа у министерства многоплановая, отмечает Менькова. От слаженной деятельности отраслей соцзащиты зависит благополучие незащищенных категорий граждан. Это дети, пожилые люди, инвалиды, малообеспеченные, многодетные семьи. Одних пенсионеров в крае полтора миллиона. Год назад приняли решение объединить Министерство социального развития и Министерство труда. Сегодня это вообще большая армия людей. Но это и хорошо, что это объединение произошло, потому что сегодня мы понимаем, эти процессы так или иначе один вытекает из другого. И сегодня вопросы трудоустройства, населения, даже при том, что у нас самая низкая безработица в России, и тем не менее эти вопросы остаются актуальными. Это сегодня вопросы трудоустройства инвалидов. Люди должны чувствовать себя полноценными. У нас чуть больше 400 тысяч инвалидов живут на Кубани. Многие из них в трудоспособном возрасте. И сегодня мы должны гарантировать им, этим людям, работу. Ситуацию на рынке труда прокомментировал и исполняющий обязанности министра труда и социального развития Краснодарского края. Сергей Белопольский отметил, что Кубань входит в тройку регионов с наименьшим уровнем безработицы. Снижается количество безработных по сравнению с прошлым годом. Их стало меньше, что 20%. Безусловно, основной результат работы – это трудоустройство, изменение экономической ситуации. С начала года нашли работу при содействии центра занятости у нас более 92 тысяч граждан. Это каждые 7 человек из 10 обратившихся. В крае много льготников. Но вместе с тем, отмечает вице-губернатор, министерство не находится на иждивении у бюджета. Соцсфера принимает активное участие и проводит большую работу по ликвидации неформальной занятости. В этой борьбе Сочи в лидерах курорт привели в пример остальным муниципальным образованием края. С начала этого года контрольные группы проверили около 2000 сочинских организаций. Из них неформальная занятость выявлена почти на 600 предприятиях. Половина из них оштрафована на сумму более полутора миллиона рублей. Много времени уделили и подведению итогов детского отдыха. Контроль за которым теперь непосредственно ведет Министерство труда и соцразвития. Резюме специалистов. Летняя оздоровительная кампания 2017 прошла успешно. В регионе, который сохраняет звание главной детской здравницы России, отдохнуло порядка 800 тысяч детей. Третий из которых – гости Кубани. Но вместе с тем не меньшего и особого внимания требуют местные ребята. И в первую очередь те, которые воспитываются в неблагополучных семьях. Случаев суицида меньше не становится. Это значит, что работа определенных органов ведется неэффективно, подчеркивает ИО-министра. Но есть и положительные показатели. В крае появляется все больше замещающих семей и опекунов. А значит, все меньше детей-сирот. В текущем году впервые в истории края процент семейного устройства таких детей достиг 97%. При общероссийском показателе 87%. В настоящее время почти в 9 тысячах замещающих семей в Кубани воспитывается более 14 тысяч детей. В социальной помощи нуждается каждый пятый житель Краснодарского края. И чтобы эта помощь была наиболее эффективной, специалисты отрасли пройдут обучение и курсы повышения квалификации. В соцсфере тоже есть ноу-хау, и их незамедлительно необходимо внедрять на Кубани. И это требования руководства региона. Итак, какие ноу-хау, новые современные методы используются у нас в социальной сфере Сочи? В Сочи социальные эксперименты и какие-то добрые дела, которые идут на благо, прежде всего, наших различных социальных групп и категорий. Первое, что хочу отметить, есть инициатива как и местного сообщества, так и тех больших событий, которые приходят к нам, и обязательно в рамках своей миссии хотели бы какую-то часть сделать благотворительной. Я всех хочу пригласить в библиотеку, в нашу городскую библиотеку Ночайковского, которая стала не только делать экскурсии, лектории для абсолютно разных целевых групп. Это и детки из детских садов, это и школьники, это и такое взрослое население, с которым ведется работа, такой дискуссионной, диалоговой площадкой становится библиотека. Они еще по воскресеньям показывают фильмы на английском языке, и можно обсуждать эти фильмы. То есть вот такой клуб, скажем так, английского языка. Приходите в зимний театр по четвергам, там фитнес на прям площадках, открытых площадках перед входом в зимний театр. Например, у нас стартует чемпионат по серфингу. 30 июня в Олимпийском парке на набережной Эмеретинской проводятся соревнования по серфингу и мастер-классы для родителей и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, когда можно попробовать, что такое доска серфа, как правильно нужно эпикироваться для занятий серфингом. И это инициатива самих организаторов. То есть они обязательно в своей программе в 2 часа дня, 30 сентября, В сентябре приглашают всех в зону места проведения своего чемпионата, где они с удовольствием с действующими чемпионами мира, нашей страны, Европы, по серфингу покажут, расскажут, как правильно заниматься серфингом. На прошлой неделе у нас проходил фестиваль ТОП СПА Фест. Это абсолютно четкая бизнес-индустрия. Люди, которые в нашей стране занимаются спа-бизнесом, они собираются в Сочи ежегодно, обмениваются опытом. И они уже третий год сотрудничают с нашей организацией родителей, воспитывающих детей с аутизмом «Радуга Сочи». И в этом году они представили прекрасный, замечательный спектакль на сцене Дома культуры Центрального района, в котором участниками были, скажем так, владельцы вот этого спа-бизнеса, а юные актеры – это были дети с аутизмом. И даже один ребенок, который вообще не говорил, и с ним очень долго репетировали, они 9 месяцев репетировали, готовились к этому спектаклю, он во время спектакля сказал свое первое слово «Да». У него была такая роль. Это очень трогательно, очень здорово. То есть говоря сегодня о современных направлениях и тенденциях, социальной политики, социальной работы, которая происходит в Сочи, мы говорим о том, что мы все время расширяем границы, мы расширяем наши точки и зоны контактов, и наш бизнес все более и более становится таким социально значимым, устойчивым, я бы сказала, социально благородным. Большое внимание в своем докладе вице-губернатор уделила и теме безработицы, вернее ее низкому уровню в регионе. Но так или иначе вопрос трудоустройства инвалидов на Кубани стоит достаточно остро. И предлагаю послушать комментарии Анны Меньковой. У нас огромное количество в крае инвалидов, 440 тысяч. И если говорить и с самого начала, то нужно, конечно, начинать с себя, потому что там, где мы обслуживаем этих людей, ну сами эти здания сегодня нуждаются в ремонте, нам необходимо на это посмотреть, уже не говоря о том, что мы, конечно, должны серьезно заняться вопросом трудоустройства. Да, мы все находимся в определенных, так сказать, стандартах. И все получаем план из федерации. Тем не менее, тем не менее, у нас большое количество, из 440 тысяч инвалидов, которые находятся в трудоспособном возрасте. И они не просто должны иметь, ну они, понятно, имеют право на работу, они должны эту работу получить, они должны, в общем-то, быть социализированными и чувствовать себя абсолютно нормальными людьми в обществе. Поэтому огромные вопросы у меня к службе занятости, я говорю об этом прямо как есть, значит, мы должны сегодня меняться, мы должны менять подходы. При том, что у нас очень есть и уровень безработицы, 0,5%, и мы эту планку с вами держим, это действительно хорошо. Тем не менее, 13 тысяч человек у нас стоят на учете в службе занятости, и объективно эта цифра тоже не меняется. То есть это ничего совершенно не значит. То есть сегодня люди, которые хотят получить работу, не могут им получить то, что, от чего они бы хотели, потому что основные вакансии, которые предлагают предприятия, они, конечно, низкооплачиваемы. И, в общем, здесь вопрос и к службе занятости, точнее, не к службе занятости, а к вопрос взаимодействия с службой занятости, вовлеченности в работу с предпринимателями, с руководителями предприятий, которые держат лучшие вакансии и никогда их не показывают. Но вы лучше меня знаете всю эту историю. Поэтому, конечно, здесь нужно пересмотреть подходы, и вот это взаимодействие с работодателем нам необходимо усилить. В конце концов, люди должны получать работу, так скажем, реально обратившись в службу занятости, а не в поисках каких-то иных путей, потому что мы, все взрослые люди, понимаем, что хорошую работу, как правило, получают по блату. Но от коллеги, как есть, говорю. Поэтому служба занятости здесь должна от формальных подходов просто уйти. Соответственно, вопрос, как в Сочи ведется работа по трудоустройству трудоспособных инвалидов. Совместно администрация города Сочи, Центр занятости населения города Сочи, опять-таки возвращаясь к региональной программе содействия трудоустройства, испытывающем трудности в поиске работы, мы работаем с нашими работодателями, мы работаем с людьми с инвалидностью, чтобы соединить ресурсы, соединить потенциал и прийти к тому, что у нас возникает профессиональное поле, профессиональная деятельность для человека с инвалидностью. В нашем городе есть, наверное, классический пример Сергеем Гринем. Это человек, который имеет первую группу инвалидности по зрению, который является одним из лучших экскурсоводов нашего художественного музея. Наши люди с инвалидностью, они создают свои предприятия, они создают организации, связанные с бизнесом, в плане доступной среды, с консалтинговой деятельностью в этом отношении, непосредственно с инженерными и строительными работами в этом направлении. Это тема и реабилитационной педагогики, реабилитационной психологии, где тоже работают люди с инвалидностью. То есть это большой труд, который нужно, это шаги, которые нужно предпринимать каждый день, работая как с обществом людей с инвалидностью, так и с обществом работодателей. Но мы это делаем, мы собираем различные совещания, которые не являются такими классическими совещаниями, когда мы поговорили и разошлись, а скорее являются диалоговыми площадками, где мы слышим требования работодателя и формируем на базе того же центра занятости какие-то дополнительные учебные курсы, которые помогают человеку с инвалидностью овладеть некими навыками профессиональными и более уверенно себя чувствовать на рабочем месте. Безусловно, стоит отметить такую очень четкую ведущую роль нашего регионального руководства, региональной политики, которая успешно реализуется в нашем крае, в нашем городе, связанная с тем, что это поддержка и неких талантливых, неких таких супер стартаповых проектов, которые продвигают регион, но это всегда внимание к незащищенным слоям населения. И это абсолютно правильная история, потому что невозможно не обращать внимания на эту категорию людей, которая первое нуждается, а второе в этой категории тоже очень много талантливых, интересных, искренних людей. Безусловно, администрация Краснодарского края способствует и создает условия для того, чтобы мы продвигали и успешно реализовывали социальные проекты, в которых будет комфортно всем участникам этого проекта, и структурам власти, и структурам бизнеса, и непосредственно целевой аудитории, с которой эти проекты реализуются. Пожелаем удачи вашим подопечным, потому что, как мы знаем, каждый пятый житель Кубани нуждается в социальной поддержке. И вам огромной удачи в таком нужном труде. Спасибо. Спасибо за беседу. Напомню, гостем нашей программы сегодня была начальник управления социальной политики администрации города Сочи Галина Пушкарь. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий своего города и всего вам самого доброго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА